С начала 2023 года в учреждениях культуры провели более полутора тысяч мероприятий, которые посетили почти 140 тысяч человек. Большое внимание в муниципалитете уделяют фестивальному движению. В «Серебряном олене» приняли участие 3000 детей, в «Одаренных детях Подмосковья» 2000 человек. А в окружном конкурсе «Мы сочиняем и рисуем сказку» свои работы представили почти 500 ребят. Недалее как вчера стартовал второй международный кинофестиваль «День Победы» в Горках-десятых. Это уникальное мероприятие. Мы его проводили совместно с Большим центральным домом кинематографистов в Москве. Одинцовский округ входит в топ-16 приоритетных территорий Подмосковья для туристического потока. За первый квартал 2023 года его посетили уже более 1 миллиона 600 тысяч человек. По итогам рейтинга по реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» муниципалитет занял первое место. Принимаем активное участие в разработке туристических всевозможных и детских маршрутов и с активным долголетием сотрудничаем. Появилось у нас два новых маршрута. На слайде они представлены. В этом году парки округа посетили уже более 1 миллиона 200 человек. Только на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха с января по март функционировало 17 километров лыжных трасс. Это различные уровни и сложности и для детей, и для взрослых. Буквально в начале апреля у нас только последние лыжники закончили заниматься, потому что мы использовали опять систему искусственного оснижения. Лыжные трассы соответствуют уровню международных стандартов. По итогам спортивно-массовых мероприятий с начала года было проведено 6 матчей «Зимняя классика», ежегодный зимний фестиваль ГТО, 8 чемпионатов по черлидингу, тэквондо и каратэ, а также более 50 любительских соревнований различных дисциплин. В сфере массового спорта это дети и жители, которые не задействованы в профессиональном спорте. Мы задействуем детей, которые занимаются в секциях, либо просто любят спорт, и чтобы организовать, и дети приняли участие в выходные дни и провели досуг, мы проводим всеразличные мероприятия. По итогам 2022 года Одинцовский округ признан лидером Подмосковья в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также по подключению объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Сегодня мы достигли значительных успехов. Наша система видеонаблюдения самая крупная в Московской области. Это сухие цифры статистики перед вами на слайде. Для примера скажу, что в Московской области более 105 тысяч видеокамер, Одинцовский округ занимает 8% от общего количества камер, что говорит, естественно, о лидирующей позиции. После итоговых докладов и озвученных планов на текущий год профильные заместители главы округа провели дискуссию с участниками брифинга и ответили на вопросы жителей. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.